Мы пригласили на встречу с нами руководителя Центральной избирательной комиссии Батала Ивановича Топаву. Есть определенные вопросы, которые хотелось бы, чтобы мы здесь обговорили. И если будет такая возможность, поставить точку и дальше следовать в русле тех процессов, которые называются избирательной кампанией. Вчера, я хочу поставить вас в известность, было заседание комитета парламента правового по вопросам, связанным с поправками, которые должны быть внесены в закон о выборах, на котором присутствовал и Батал Иванович. Я думаю, что все то, что было представлено и обсуждено, было принято единогласно комитетом. Я думаю, что и Батал Иванович, те его замечания, которые имели место, будут учтены. Они существенно не могут повлиять на то положение этого данного документа. Я надеюсь, что на сессии эти предложения будут приняты, суть которых заключается в том, что мы вводим маркировку. Я понимаю, многие говорят, это атрибут избирательной кампании, достаточно отсталых, мол, стран. Но у нас ситуация требует прозрачности, и мы уверены в том, что появление этой возможности даст нам избежать многих тех разговоров, тех ошибок, которые имели место в прошлый год. Мы дополнительно ввели еще представителей кандидатов в президенты, во всяком случае предполагается так, в качестве участников Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса по одному человеку. Дополнительно ввели возможность подписания бюллетеня с обратной стороны одним из наблюдателей перед началом работы участковой комиссии. Наряду с теми, как бы, подписями, которые и ранее были предусмотрены, двумя членами участковой комиссии, которые путем в жеребьевке выбираются для того, чтобы их подписи стояли на этих бюллетенях. Вот тот основной, как говорится, объем мероприятий, который заложен в этот проект. Что касается, вчера мы говорили, избатал Ивановичем, я думаю, что его позиция была озвучена на абхазском телевидении, в части, касающейся 26 тысяч паспортов, выданных в трех районах Абхазии. Есть определенные сложности, но я хочу сразу заметить, я не согласен с позицией руководителя Центральной избирательной комиссии о возможности принятия участия в выборной кампании всей той массы людей, за исключением той 1183 паспорта, которые изъяты Генеральной прокуратурой. Это только то, что было произведено в результате выборочной проверки Генеральной прокуратуры. О чем это как раз таки свидетельствует, что в результате выборочной работы обнаружено только вот это количество, а не по всему масштабу и объему тех паспортов, которые выданы по территориям этих трех районов. Есть три постановления парламента от 18 сентября, января месяца и марта месяца, в которых четко определено, что все документы, выданные в трех районах незаконно образованными комиссиями являются документами, не подтверждающими гражданство Республики Абхазия. Иного подхода быть не может. И поэтому я думаю, что мы вместе с той группой, которая образована в парламенте Республики Абхазия, проведем соответствующую работу и представим соответствующие формулировки и материалы, которые позволят нам уйти от этих процессов, где на территории трех районов могут, если мы это допустим, голосовать граждане Грузии в процессах, которые называются выборами президента Республики Абхазии, что категорически должно быть запрещено. Об этом говорил в свое время и первый президент Республики Абхазия Владислав Ардензба о том, что мы не должны переносить юрисдикцию Грузии на нашу территорию. Это один из как раз таки тех вариантов, которые можно использовать, то есть может использовать та сторона и как раз таки влиять на так называемую нашу юрисдикцию. Дабы этого не было, я бы хотел, чтобы мы с вами эту ситуацию хорошенько оценили бы и не допустили бы очередных процессов, которые будут потом очень жестко обсуждаться, а в некоторых случаях и не хотелось бы, чтобы были противостояния в той или иной части нашего общества по этим вопросам. Что касается по ЦИКу, по составу ЦИКа, есть определенные мои, я откровенно это говорил вчера, и Баталу Ивановичу, сомнения по объективности как самого руководителя Центральной избирательной комиссии. И хотелось бы, чтобы мы с ними эти вопросы сняли и подошли бы к этому процессу достаточно объективно и без всяких потрясений. Я думаю, что Батал Иванович должен понять, что есть определенные вопросы, о которых я ему вчера тоже говорил. Если есть сомнения, то эти сомнения должны быть сняты. Но я думаю, что эти сомнения, в первую очередь, чтобы были сняты, многое будет зависеть от него самого. Вот то, что я хотел бы вам на сегодняшний день заявить. А здесь, если можно, я попросил бы дальше телевидение и прессу оставить, а мы хотели бы переговорить уже более в нашем формате, в формате совета своего нашего и руководителя Центральной избирательной комиссии. Телевидение должно остаться, если вы хотите меня слушать. Если я пришел на встречу с общественностью, почему телевидение надо рассказать? Что за закрытые заседания? Нет, я думаю, что никакого закрытого заседания нет. Вы можете потом выйти и рассказать. Я хочу выговорить, чтобы были общественные советы. Здесь меня пригласили, мне президент, что называл, что собирается общественное. А что кулуар? Ничего кулуарного нет. Мне нужно ничего, мне нечего скрывать. Я хочу говорить и вам. Ну давай, пожалуйста, проходи. У нас секретов нет. У нас тем более нет. У нас их давно уже нет. Шевзея Загиза Гея Заграцка. Добрый день. Здесь нету никого, кто друг друга практически не знает. Президент меня пригласил, сказал, что общественные собираются, общественные организации и на встречу общественных организаций, да и любых, в принципе, мы всегда готовы встречаемся. По существу вопросов. И что, хазар, у нас все-таки, что, хазар, у нас все-таки, как вам удобно. Я хочу сказать единственное одно. Центральная избирательная комиссия работает уже с момента, как она и до этого работала, с момента, как объявлены выборы. В рамках закона о выборах. У нас все всегда было открыто. И те депутаты, которые здесь сидят и избраны, они прекрасно знают, как всегда проходили выборы. Они всегда прозрачны, четки и понятны. Я думаю, что здесь любой из вас сидящих это знает. Заранее уже здесь сделан определенный посыл в отношении, как говорится, меня, как председателя ЦИКа, но мы должны по существу разобраться. Значит, я вам хочу сказать, в отношении вчерашнего, что у нас было в парламенте, Центральная избирательная комиссия выполняет и исполняет закон в отношении того, что им присылают. То есть мы выполняем, если нам присылают и говорят, вот этот закон парламент принял, и вот его нужно исполнить, мы выполняем. Мы отсебятины заниматься не можем. 1180, то, что вы сказали, как говорится, Центральная избирательная комиссия не формирует в списке избирателей. По закону, в списке избирателей выдаются участковым комиссиям, главам администрации и сел, и они формируют там. Мы имеем всего лишь базу данных, которая накапливается из года в год, как выборы проходят. Потом ОВИР дает информацию. Ну, есть, которые умирают, к сожалению, как говорится, Миньюс дает, мы выписываем и так далее. Это просто база данных, которую, кстати, мы предоставляем всем кандидатам, когда они идут на выборы. Думаю, что все депутаты, которые избраны, это знают, и те, которые не избраны, тоже. И поэтому у нас никогда никаких секретов нету, мы все делаем прозрачно. Вчера в парламенте, Рау Джункович, вы мне сказали, я извиняюсь, что перехожу на личности, по поводу, как говорится, этих четырех округов, в Гальском и в Кварчарском районе. Я вам сказал, мы получили, я с собой специально забрал здесь закон, постановление парламента, по поводу того, как должно исполняться, как говорится, данное решение. Здесь четко написано, пункт 2, что Министерство внутренних дел, после того, как изымает паспорта, сообщает парламенту и другим структурам. Нам Авер дал список, что вот эти люди лишены гражданства. Мы список не составляем, но со своей базы мы их сняли. Мы не составляем список. Когда в районах будут составлять списки участковые комиссии, если паспортная служба и служба администрации даст список и скажет, вот эти люди не граждане, участковая комиссия их вносить не будет. Но вы вчера сказали, что парламент пока не принял решение, мы не знаем, что будем делать. Вы говорили, что такое вчера? Я сказал о том, что создана рабочая группа. Да, но это и называется. Проводится соответствующая работа. Мы работаем, пока мы не определили. Когда парламент определится, сегодня я разговаривал и до этого тоже с исполняющим обязанности президента Валерием Шуховичем. Он сказал, что парламент определится, Батал Иванович, мы вам скажем. И пришлют, когда будут списки готовить, участковые комиссии, кто будет участвовать, кто не будет участвовать. Мы к этому отношению пришлют, скажем, что вот эти, значит вот эти. Мы в этом плане, как говорится, зависимы. Так что тут этот вопрос снят. Что же касается тех предложений, которые сделала вчера комиссия, вопросов никаких нет. Мы наоборот даже рады, потому что нам легче работать. Я имею в виду участковую комиссию. На каждом бюллетене с обратной стороны будет подписываться каждый наблюдатель. Великолепно. Для нас, как говорится, еще проще. И еще, как вы сказали, маркировка. Но маркировкой мы не занимались. Беслан Тихович Гудба сказал, что поможет с организацией этого дела в плане, как бы, где приобрести, где взять. Привезут, обучим людей, проблем никаких нет, будут на пальцы мазать и показывать. Это еще упрощает. Аханшопат, 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 мы пока не знаем. Зни, агатук. Уанзай, ничего не получилось. Никто ничего не привез. Ну, только разговор был. Пожалуйста, проблем нет никаких. Нам парламент примет, скажет, как говорится, мазать руки, будем мазать руки. Скажет, мазать лоб, значит, будем мазать лоб. Проблем никаких нет. Вопросы. В этом плане, говорится, у нас никаких нет. Дальше. Что касается работы Центральной избирательной комиссии округого участков, все, кто здесь сидит, за редким исключением, вы участники всех выборов и так далее. Никаких нареканий, замечаний не было. В течение 10 лет. Какие-то вопросы, связанные с базой данных и так далее, мы ничего не делали. Как говорится, база данных, я знал, вы знаете, как формируется. Мы ее не скрываем, мы даем. Хотя мы не обязаны по закону эту базу данных кому-то давать. Это формируется у нас за годы. Ну зачем нам скрывать, нам нечего скрывать, мы даем. Проблем никаких нет. Что же касается лично меня, ну, знаете как, здесь сидят многие ребята, которые, говорится, может быть, это нехорошо, что я возвращаюсь к тому, к чему нельзя возвращаться, к войне, не к войне и так далее. Многие здесь сидящие меня хорошо знают и по войне, и до войны, и после войны. и так далее. Вопрос принципиальности проведения выборов, как говорится, никого не должен смущать. Могу сказать, как говорится, что на прошлых выборах мой родственник баллотировался в президенты. Ну что теперь делать, если он, как бы, не победил? Если, говорится, а здесь что, друзья не сидят, что ли? Или у меня нет друзей? Мало ли, кто будет баллотироваться. Я, во-первых, пока не знаю, кто будет баллотироваться. Какие-то моменты связанные, надуманные, они не должны быть. В этой стране все друг друга хорошо знают. Если есть конкретно вопрос, что ЦИК, что-то не сделал, неправильно сделал и так далее, вопросов никаких нет. Всегда готовы ответить на любой вопрос. И это все знают. Что же касается наблюдателей от каждого кандидата, вопросов нету. Мы даже приглашали, если вы помните, на прошлых выборах, я хочу, чтобы все знали, даже когда печатались бюллетени, наблюдатели от кандидатов в президенты сидели, где резограф, до утра, где печатали. Все прозрачно. И, между прочим, ваш доверный брат печатает эти все бюллетени, Рауль Пантий, с 2004 года. То есть никаких вопросов нет. Мы никогда ничего не скрывали. Если у кого-то какие-то хобби, это их не вопросы. Представители от каждого кандидата, кто будет баллотироваться, пожалуйста, вопросов нет. Как вы примете этот закон в парламенте? Я пока не знаю. Примите, вопросов нет, пожалуйста, на заседаниях в парламенте. Мы даже и без этого закона никому не запрещали присутствовать. Если конкретные вопросы есть, проблем нет. Не, если в общем. Я, например, как депутат парламента, хотел бы вам сказать, выразить свое недоверие к вам лично. Во-первых, председатель ЦИКа, я, насколько знаю, вы еще и занимаетесь непосредственно и бизнесом тоже. Человек не может заниматься бизнесом, он начинает быть уязвимым. Это раз. А уязвимый человек не может быть в вопросах избирательных, не может быть последовательным и решать какие-то конкретные вопросы, задачи ставить их решать. Потому что, когда человек зависим, он всегда от чего-то, от кого-то, от либра всегда зависим. Это первое. И второе. Ваше выступление вчера на телевидении. Тот вопрос, который взбудоражил весь наш народ, гальский вопрос, который поднял людей, эти 26, 24 тысячи незаконно розненных паспортов, вы как, получается, что вы становитесь последователем Александр Анкварт. Вы, например, передний, пожалуйста, ко мне. Вы вчера, было при решении парламента, единогласное, где было четко проформулировано, что те паспорта, которые были выданы незаконно созданными комиссиями, не являются подтверждающей гражданство Абхазии. Вы вчера своим выступлением хотите это узаконить. То есть, все те вопросы, на которые господин Анкварт не хотел обращать вопросы и не считал это нужным сделать, такое ощущение, что вы его продолжатель, его идея. Так, вы вопрос задайте, а? Я вам не верю. Вам не верю. Я считаю, что вы должны в целях того, чтобы наши выборы прошли прозрачными и честными дать нейтральному человеку. Я считаю, что вы человек Анкваба напрямую, защищая его интересы, подрываете нашу суверенитет и вообще понятие Абхазского вообще-то. Так, вы ваше разменяя не имеете право оскорблять. Задали вопрос, а я вам отвечу, как говорится, вам лично. Я вам отвечаю, господин Кварти. Первое, только что Рауд Джункович вам сказал, что вы в парламенте, комиссия изучает этот вопрос. Я до этого в своем выступлении четко сказал, когда будет принято решение и скажут, комиссии на участках не зависят составление списков от кого-либо. Им дадут, только что Рауд Джункович вам сказал, что мы в парламенте этот вопрос обсуждаем. Вы с постановлением знакомы? Я вам еще раз говорю, я с постановлением очень даже знаком. На основании этого постановления нам прислали то количество, которое мы убрали с своей базы. Все остальное, дайте я докончу, все остальное, только что Рауд Джункович вам сказал, мы в парламенте обсуждаем. Обсудите, пришлите, вопросов никаких нет. Мы от себя, мы от себя не составляем никакие списки. Я вам ответил. Батал Иванович, я извиняюсь, ребята, под минутку, я попытаюсь... Послушайте, мы говорим... Ребята... Я вам отвечаю, мы говорим о том, что на сегодняшний день есть. Когда пришлют, решение примет парламент, когда разберется, в соответствии с этим и будет составлено... Зачем будоражили вчера? Никто никого не будоражит. Я... Мы не можем никого обманывать. Минутку, все вместе не говорите, пожалуйста. Да. Вот все, что вы говорите, это логично, за одним исключением. Да. Вы знаете, что идет работа парламентской комиссии. Вы об этом подчеркнули. Для чего вы делаете упреждающий шаг, зная, что идет работа? Для чего вы создаете это общественное мнение, зная, что это самым болезненным вопросом является для нашей области? Я никого не подорожаю. Не, ну вы выходите на телевидение, зная, что идет работа парламентской комиссии по этому поводу и фактически упреждаете ходы. Для чего вы это делаете? Я вам объясню. Меня задают вопрос, какова сегодня ситуация? Я говорю, сегодня ситуация такова, что нам прислали с МВД вот такое количество. Все дорогие, уважаемые товарищи, давайте послушаем, если больше услышат друг друга, больше услышат наш народ. Вот я буквально несколько фраз. Пацан Иванович, вы можете стать, я говорю, с учетом сказанных депутатов партии. Вот поймите правильно. пристрастность на лицо со стороны председателя церкви. Чем она заключается? И в прошлом, я скажу, и в прошлом, и в настоящем. Это, так называют, пристрастность, она недопустима, тем более в таком деле. Я же сказал, в контексте сказанного уже партии. Зачем я буду повторять? Я другое что-то скажу. Агрессивность власти в вашем лице. Ребята мазать руки, не руки, а пальцы опять, мазать, лом. Это, знаете, и многие другие вещи. Вы сказали, это вылет агрессивный, как говорила. А псих во главе с вами, псих, это пятая власть, это во всем мире призвано. В науке, в практике и прочее. А во время выборов, это, Пацан Иванович, это решающая властная структура. И вот так вести агрессивно. Пусть, да, я не скажу, элементами агрессивных. Это агрессия, понимаете? Вы можете стать камнем преткновения, а можно даже очередного противостоять. Но вы как гражданин, как патриот, это лучше действительно взять и как-то красиво, но в конце концов, вы же видите, напряженность какая. И вокруг вас, понимаете? Вот написать, видите заявление, и все будут приветствовать вас. И у вас, так сказать, имидж поднимется, и очки поднимутся. И мирно, красиво пройдут выборы. Потому что это одно из агрессий, с которым может сорвать любые партнеры. Якул Васильевич, можно я отвечу? Конечно, можно. Да. Ну, во-первых, как говорится, агрессия порождается, когда есть агрессия. Не будем сейчас об этом говорить. Если вам будут говорить такие вещи, как говорится, вы тоже будете так же отвечать. Во-вторых, я еще раз говорю, как говорится, меня, как говорится, упрашивать, или чтобы я, как говорится, делал какие-то действия незаконные, такого пока не было. И, во-первых, я хочу некоторым здесь сказать, с какого времени я работаю в ЦИК и для чего, может быть, некоторые не знают. Так вот, после того, как у нас случились неудачные, ну, скажем так, в 2004 году выборы, Владислав Григорьевич Арденбе отправил ко мне, хотя он прекрасно знал, но плохо было, отправил человека, МАВИС, ВДКС, и меня попросили возглавить ЦИК. Вот с 2004 года, послушайте сюда, в 2004 года, как говорится, я начал работать по приглашению Владислав Гочи. Я сейчас не для того это говорю, чтобы там Владислав Гочи, я просто рассказываю, что было. После этих выборов по сей день мы работаем. Значит, если кого-то интересует в 2004 году на выборах, как говорится, кому я помогал, всем известно. Да, Сергей Миронович Ушамба был у него в штабе. Так получилось. Но за все это время, как говорится, у нас не было ни одного нарушения. И по-моему, как говорится, все прекрасно знают, это не благодаря мне, это благодаря людям, которые там работают, составы многие менялись, как бы, ни один раз никаких срывов не было. И это отмечали все. Я могу сказать одну вещь. Есть закон. Мы его придерживаемся. Если, как говорится, вы сегодня позвали меня ублажать, как говорится, сказать, какой ты хороший, у тебя рейтинг поднимется и так далее, здесь люди сидят, которые меня хорошо тоже знают. Это несерьезно. Мы с вами встречаемся и завтра, и послезавтра и так далее. Жизнь на этом не заканчивается. Если кто-то сомневается в моей честности, пожалуйста, много моментов, по которым можно, как бы, проверить. Можете прийти, посмотреть. Никаких проблем с этим нет. Значит, но нажим и оскорбление, как каждый из вас не потерпит, сасапсо хацал, а в разу гон, шули руб, хосеях, сей зудзом, фергишиши фимойбши. Избанзах, сараях, зуй, сэндкар, убызгивзи избод, фергишиши фимойбши. Ацгия, 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 ацгия. Я не прикрываюсь, я никогда в жизни не говорю, что кто-то там, там, то, сёким, нет. Я за себя готов ответить. У меня есть маленькое имя. Мне, Якуб Васильевич, какие-то рейтинги поднимать не нужно. Я достаточно поработал и министерств юстиции, лет восемь, и главой администрации, в Чемчинском районе. Если вас интересует, можете поинтересоваться. Вас ничего не волнует, я понимаю. Вас волнует то, что вы хотите. Вы понимаете? А есть другие люди, которых тоже волнуют. А меня, как говорится, волнует то, что есть. Я извиняюсь. Вы вас позвали как председатель АЦИК. Я вам ответил, но вы извините, вы вышли за рамки обычного председателя ЦИК. Выслушайте, пожалуйста. Вы рассказываете, что вы такой хороший. Я не сказал, какой я хороший. Я вам сейчас скажу. Я вам сейчас скажу. Не перекрывайте, пожалуйста. К вам обратились совершенно с четким посылом. Потому что ваш посыл был преждевременный. Потому что вы, будучи знакомы с поставленным парламентом, что это граждане Грузии, не имели моральных прав говорить о чем-то заранее. Это первое. Второе. То, что касается за 10 лет, если говорить, не было пререканий. Я участвовал неоднократно в выборах. И, если хотите, можем копии поднять. Лично к вам у меня были очень большие претензии. Потому что нарушалось избирательное законодательство, когда надо было бюллетени опечатывать вовремя и раздавать членам комиссии. До пяти, до шести часов вечера пачками бюллетени лежали на позаконниках. И мы можем позвать этих людей. Вот Леонид Юрьевич был очевидцем, как я не мог даже составить акт, принести вам, что вот это вот есть нарушение. И таких масса. Более того, на выборах 2007 года закон не запрещает видеонаблюдение. И мой избирательный штаб поставил видеокамеру. Что вы тогда сделали? Вы к часу дня родили какую-то инструкцию цикла, которую раньше никто не видел. Якобы запрещающую видеонаблюдение. И этих претензий много. Но мы сегодня собрались тут совершенно по-другому. И вы понимаете, в чем проблема. Граждане грузии не то, что голосовать. Они жить не будут в Абхазии, если не будут принимать абхазских законов, не отказавшись от грузинского гражданства. И вам не дадут никто ни моральных, ни каких-либо других прав для того, чтобы провоцировать новый виток противостояния. Ответственность будет лежать лично. И мы вам этого не позволим. Если, я еще раз повторяю, если все, что вы говорите, говорится, на выборах, что у вас было, говорится, всегда на ваши ответы, всегда были, на ваши заявления. Если вы выборы, извините меня, проиграли, я не виноват. Но сейчас вы убьете, потому что у вас не было квалифицированных своевременных ответов. У нас нормальные квалифицированные. Как сейчас пытаетесь... Вы сказали, я отвечаю. Вы не отвечаете, вы провоцируете, продолжая ворс. Вот это очевидно. Вот сейчас я вас прошу, камеры остались по вашей просьбе, для того, чтобы народу наш посылок объединяется. Я не знаю, что мы говорим. Вы пытаетесь провоцировать. Мы попросим телевидение не показывать весь этот абсурд, который вы здесь пытаетесь. Никто, как говорится, я извиняюсь, никто не за то, чтобы, как говорится, голосовал. Значит, я вам хочу сказать, как и все многие здесь, с которыми вы сидите воевали, я так же воевал. Никто не собирается... Вот это больно. Тогда все не получится. Простите. Дальше, в написании думает о به как мы эс банд мы Вы же о правительской стране liksom правильно думает, значит за ними за внимание, что если быть не мысли ц Ting Wh001 знаете, что finest Ba000 полгода Это OK. Что не тянешь? А вот же те, кто рулит друг друга. Но вам нужно так же давать. И если она не знает, то меня�를 не получили, а я не знаю, что я не знаю. Но если я не знаю, то она не будет. А я Lincoln отправила, то она неظ MARY. Она нужно с ними сказать, что не могло снять ее. Но я не знаю, что я не знаю. Мне нужно помнить, что я не знаю. Я считаю, что я не могу. Я не знаю, что это. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия сформирована. Я, что вы сказали, услышал, понял, что я вам не нравлюсь. Причины не назвали, но неважно. Есть Центральная избирательная комиссия. Я понял, что просят общественные организации. Я приду. В конце концов, меня избирала Центральная избирательная комиссия. Мы там встретимся, поговорим. Я свой ответ отдам парламенту. Вопросов никаких нет. Ватал Иванович. Я еще раз говорю. Нет, дорогой мой. Я хочу тебе сказать, что у нас есть парламент страны и исполняющий обязанности президента. Дорогой мой Шамиль. Я вот туда свое, как говорится, и решение, как говорится, Центральной избирательной комиссии по поставленному вопросу от общественных организаций. Это депутат парламента здесь. Никто не будет. Я вот это имел. Мне общественные организации вам поставили. Премьерный совет народного доверия поставил этот вопрос. Крайне вопрос. Я не совсем понял. Меня сюда пригласили общественные организации. Нет, здесь... Президент мне, как говорится, сказал, вы идете на встречу с общественными организациями. Я и пришел на встречу с общественными организациями. Патал Иванович, я когда начинал... Если, как говорится... Не, подождите. Я знаю вот то, что мне сказали. Если, как говорится... Я еще раз говорю. Общественные организации сказали, вопросов нет. Все. Я приду, соберу Центральную избирательную комиссию. Мы, как говорится, решим... Меня избирала Центральная избирательная комиссия. Мы там рассмотрим, ответ дадим парламенту и исполняющий обязанности президента. Патал Иванович, я хочу, чтобы ты еще раз услышал. Когда я начинал, я сказал о том, что здесь расширенное заседание Временного народного совета и Координационного совета. В Координационный совет входят несколько политических партий и ряд общественных организаций. Я хочу, чтобы ты еще раз понял. Я думаю, что я правильно излагаю свои мысли. Это наибольшее количество политических и общественных организаций, находящихся в этом союзе. Я еще раз говорю, услышь нас и услышь так, чтобы эта ситуация была тобою правильно понята. Я хочу просто напомнить. Буквально некоторое время тому назад были некие митинги, которые не были восприняты властью еще в прошлом году, когда стояли вопросы о повышении тарифов на электроэнергию. И был поставлен вопрос по отношению к руководителю правительства Абхазии тоже. Поверь мне, он точно так же нам говорил, как и ты сейчас. Я пойду переговорю со многими людьми. Потом, послушай, тем, кому я доверяю. Ты говоришь о том, что ты переговоришь с представителями комиссии центральной и обсудишь это. Я просто хочу тебе пожелать и предложить. Не давай того же ответа, который дал нам тогда Леонид Иванович Лакербая. Это будет неправильно. Вот я тебе еще раз хочу. Это просто напомню. Спасибо. Есть орган, который меня избрал. Я окажусь в рамках законодательства в соответствии с этим и будет решение. Спасибо за внимание.